Эй ты, чепуха худая! Слегом по ссылке в описании, Е-каталог веников не вяжет. Но все-таки нет ничего круче бумажного варианта. Обожаю запас бумаги, особенно поутру. Да... Ой, блин, у нас же другой фильм по Стивену Кингу, простите. Так гораздо лучше Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кинокиллер И я провожу масштабный стёб, поиск косяков и подробный анализ в различных кинофильмах Многие из вас просили не только меня, но и моих коллег по цеху Привет моим братишкам Терлу и Фальшу Сделать обзор на этот фильм Ну я как бы и не хотел делать его, но я так подумал, что чаще всего сам выбираю фильмы для обзора И никогда не делал того, что сами зрители хотят увидеть Поэтому сегодня, со всей любовью к вам, я сделаю обзор на оно ТВ, фильм, который вышел в 1990 году Культовый фильм, который нагнал страху на многих моих родственников и знакомых Так, 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 тише, тише, тише Ладно, я просто стягусь Конечно же, мы рассмотрим всеми расхваленный и, по мнению большинства, один из лучших хоррор-фильмов за последнее время Оно образца 2017 года До его выхода у многих были опасения, потому что редко, когда удавалось достойно перенести страшилки Стивена Кинга на экраны Сперва фильм должен был ставить Кэрри Фукунага, автор прекрасного сериала «Настоящий детектив» и единственного отличного фильма на Нетфликсе «Безродные звери» Но из-за разногласий к фильму представили Андреса Мускетти, автора вполне неплохого хоррор-фильма «Мама» Так что какая-то доля надежды была, и вот как только фильм все-таки вышел, многие обомлели и приятно удивились А некоторые все равно его говном поливали Возникает вопрос, настолько ли хороша эта адаптация, заделали его, нахваливали и лежит распиаренная переоцененная шляпа И вот для этого именно я, являясь неофициальным доппельгангером Паннивайза Да, разберусь, настолько ли этот фильм хороший, или же все-таки от него какахами несет К слову, я не успел дочитать книгу, потому что 1200, мать его, страниц, Стивен Кинг, графоман, ты хренов, ты че перебарщиваешь? Не, книжка-то на самом деле интересная, и к выходу сиквела я ее по-любому добью Но сегодня я буду судить этот фильм именно как фильм, так что все фэны творчества Кинга угомонитесь Ладно, хватит сотрясать воздух и мять молочные железы Перед вами долгожданный обзор на ОНО Данная лента берет свое начало в октябре 1988 года, где мы видим скучающих братьев Заику Билла и шлепка майонезного Джорджа, для которого его брательник мастерит бумажный кораблик Ладно, принеси парафин Из подвала? Ты хочешь пускать кораблик? Ладно Джорджи, единственное, чего ты там можешь бояться, это спятившего Райана Рейнольдса Да и вообще Терл нам говорил, что подвал это не особо страшное место Нет, это совсем не страшно Я думаю, что многие книгу читали и старый фильм смотрели и трейлер видели Так что все мы знаем, что пока Джорджи находится дома, он будет в порядке Не надо так нагнетать Блин, хотя так и в книге было Короче, Билл мажет его лодочку парафином и отпускает на улицу, где льет как из ведра Да, сейчас будет придирка, но все-таки Пацану где-то 5 лет и его все равно так свободно отпустили под дождем поиграться Пускай он в дождевике, но тем не менее Да если бы я в детстве мамане сказал, что пойду под дождем погулять, то меня мигом бы вразумили под затыльником Ну хотя тут, может, все от воспитания зависит Нет! Нет! Ах, Билл меня убьет Учитывая, что актер, играющего Паннивайза зовут Билл, то ты прав Да, Билл тебя убьет Привет, Джорджи Красивый кораблик Что ж, я Паннивайз Танцующий клоун Да, про это уже много раз говорили и я повторю Пацан, может, драпанешь оттуда? Во-первых, это какая-то неведомая ебаная хуйня в водостоке Уже стрёмно Во-вторых, ты посмотри на этого клоуна Он будто только недавно с костюмированной оргии Мэрилина Мэнсона вырвался И в-третьих Чувствуешь, цирком пахнет, сахарной ватой и... Попкорном? Попкорном! Ты его любишь больше всего? Ага Я тоже! Да уж, воспитывают тебя родители омерзительно Отпускают под дождем гулять и нормально не объясняют, что с сатанинскими клоунами диалог вести опасно для здоровья Сука Мне уже домой идти надо А кораблик не заберешь? Держи его, Джорди А пути? Не путю, кусь Моя рука! Неприятно, да? Честное слово, я в кинотеатре вот с таким же Хариусом сидел, потому что я не знал, что у фильма рейтинг 18+, и что тут так жестко могут убить маленького мальчика Я был удивлен Наступает июнь 1989 года, то есть школота свободна от занятий и все уходят на каникулы балду гонять И так как фильм идет 2 часа и 14 минут, а я дико не хочу растягивать ролик, то скажу сразу Диалоги между персонажами тут просто офигенные Все детишки что тут играют просто золото, что вообще-то является редкостью, они по-настоящему живые персонажи, которые отличаются характерами и поведением Поэтому я тут ничего не могу сказать, кроме как отличная работа, так я думаю вы не ради того, чтобы я нахвалил фильм здесь собрались, так что продолжим К слову, перечислим всех персонажей, первый и собственно самый главный это Билл, который до сих пор переживает из-за пропажи своего маленького братика и не теряет надежды его найти Пустошь! Это единственное место, где мог оказаться Джорджи Он умер, Билл Но если Ливин смыл Джорджи туда, нам надо искать... Он мертв, его нет, он мертв, и мы ничего не можем сделать, ничего Его убили! Он подох, погиб жуткой страшной смертью, не удивлюсь, если он на том свете косплеит Джеймса Франка из 127 часов Еще у нас есть еврейчик Стэнли Слушай, Стэн, что вообще происходит на Буармитве? Это говорит, что у тебя отрежут кусочек письки Он у нас полуобрезан Как полуобрезан? Юмориста была Гур Ричи Проторчишь в игровых автоматах? Что, все лето? Да уж лучше, чем в твоей мамашке Что ты сказал про мою маму? Но вы его наверняка знаете по роли застенчивого Майка в сериале «Очень странные дела» Гермофоб и маменькин сыночек Эдди Ах да, милый, не катайся по траве, особенно по свежескошенной Ты же знаешь, что у тебя аллергия? Оу, мама Боже, это чудище, что изрыгнуло пацана на свет, похоже на Констанцию из Дома Монстра А еще у нас есть два аутсайдера Беверли, которую все считают шлюхой Или с тобой еще полшколы пацанов, а, шалава? Я знаю, что ты там, говнюшка, я чую запах дерьма Так кто я, Гретта? Я шалава или говнюшка? Грязная шлюха И Бен, которого все не считают качком Я Беверли Марш Да, я знаю, мы же в одном классе Общество знания и ты была... Я Бен Оу, у нас тут намечается лавстори К слову, что-то не похоже, чтобы вы были одноклассниками Ты по лицу старше этого пухляша выглядишь Чем детей сейчас кормят, что они на свой возраст не тянут? Так, вроде бы всех перечислил, никого не забыл Ах, да, там еще есть чернокожий мальчик по имени Майк Который дядя нас к тобой не помогает Единственный персонаж, который похож на суслика из ДМБ Вроде бы есть, а вроде бы нет Краткая вводная, кроме Джорджи пропала девочка Мама Бетти Рипсом Она что, правда ждет, что ее дочь выйдет из школы? Что подстегивает Билла Схватить в охапку свой хоуми И отправиться к канализации, чтобы найти своего брата Тем временем, пончик Бен сидит в библиотеке Ибо книжки читать это для пацанов На вельки с дурганами гонять Для позорных лохов Жар твоих волос Угля в январском костре Я в нем сгораю Ох, сударь, да вы прям поэт Он изучает историю городка Дерри, но тут Шарик с шарика притягивает? Это был всадник без головы Мертвец Я знаю, знаю Не знаете, вас там не было Яйцелов К слову, скажу так Не все пугалки тут крутые Но одно можно констатировать как факт Все они сняты прикольно и стильно Кстати, помимо Бена Пеннивайз успел поштармить еще двоих гавриков А именно Жуденка Стэнли Я не антисемит, если вы так подумали Опять же, не особо круто и страшно Но билдап с прикольным расположением камеры Вполне себе неплох И Майка, который шкерится от местных гопников в проулке Не удивили Так же я и мои друзья выглядим Когда жарким летом в закрытой машине Какая-то скотина решила пердануть Мы называем это сыграть в бомбермена Ужас А это, да, весьма неприятно Итак, переносимся опять к Бену Который вышел из библиотеки И направляется домой Но тут Ты куда, сисястый? Попал Его цепанули местные гопники Во главе с пацаном Генри У которого на башке это острижка Что разом перечеркнет будущее в сексуальной жизни Любого парня Почему этим пенсионерам Так похер на бедного пацана Опять же Я книгу не дочитал И было бы интересно Получить хоть какую-нибудь инфу Хотя там же еще и сиквел будет Наверняка там объяснят Этот мост называется мостом поцелуев Он известен двумя вещами Здесь сосутся И вырезают имена Ну так чего же мы ждем? Погнали Ты монстр! Охереть, Генри Ты что-то перебарщиваешь Меня, конечно, в детстве тоже страшики гасили Но максимум все обходилось Парой удар в шнапак Все, все, Генри Заткнись Очнитесь Это же ребенок Сыщий Я вырежу свое имя целиком На этом домашнем сыре Хрен вам Короче, Бен с**л этот гопарей Генри теряет нож И вся банда разделяется Тем временем Стэнли, Ричи, Эдди и Билл Обследуют стоки канализации В надежде найти признаки присутствия Джорджи Спустя, блин, 9 месяцев Своевременные дети Ну что, вы идете? Неа Сточные воды Что значит сточные воды? Моча и дерьмо Моча и дерьмо Какашками тут и не пахнет, сеньор Тут кругом сплошь дерьмо Ну что тут сказать Шуточки у него весьма забавные Тебя возьмите Совсем это твоя Ребят А чей это тапочек? Бетти Рипсон Замечательно Вы нашли улику Так что руки в ноги И к ментам Ахренеть Что с тобой случилось? Жирный Все всегда обломает Они братаются с пончиком А в этот момент В канализацию проникает Член банды Гопарей Где он надеется найти толстяка Но находит Смотри Адрит Смотри Адрит Смотри Адрит Смотри Адрит Смотри Адрит Да где Глэн? Блин Мушка жужжала, в сетку попала Не плачь и не ной Скоро станешь едой Никаких комментариев, все вроде бы окей пока что Ребята приводят Бена в проулок Рад, что познакомился с тобой до того, как ты умер Ну отлично, давайте, ведите его в больницу Затем хватайте в охапку жирного Вместе с башмаком девочки и шуруйте в мусарню Где вы сдадите улики и напишите заяву на Генри И на его банду Ну или попытайтесь вылечить его сами Самостоятельные вы наши Бабла на медикаменты не хватает Но тут, как раз в магазе есть Беверли Которая решает помочь ребяткам Мне нравятся ваши очки, мистер Кин Вы так похожи на Кларка Кента А я и не знал Можно их примерить? Что скажете? Я тебе скажу Так, ты просто вылитый Лоис Лейн Педофил, 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 педофил Она же еще ребенок Да, хоть Беверли выглядит старше своего возраста Но это же ненормально Короче, отвлекающий маневр сработал Где они? Во второй поясной сумке Зачем тебе две поясных сумки? Ты же только что ее видел в аптеке Заторможенный ты наш Или у тебя вместе с заиканием еще и память немного барахлит И таким образом создается некий союз Может как-нибудь увидимся? Да, мы собирались пойти завтра Карьер все вместе Если хочешь, приходи Буду знать Спасибо Мачо Привет, папа Привет, бэви Ты все еще моя малышка Йоу, то есть, йоу Какого хрена, Кинг, зачем настолько жестить? За фильмы так уже много всего произошло Ты еще скажи, что эту бедную девочку потом друзья по кругу пустят Пожалуйста, скажите, что это не перенесли из книги Она обстригает свои патлы Ибо, ну, не знаю Девчонки постоянно любят имидж менять И мы переносимся в завтрашний день Где ребята тусуются у карьера Который даже, типа, похож на карьер из очень странных дел Трусишки Твою мать Нифига себе А дальше беззаботная детская бабуйня Фильм Не надо Ты пытаешься показать мне маленькую девочку как секс-символ Меня это не привлекает Педофильское ты отродье Почему столько убийств и пропавших детей? Дэри не похож на те города, где я бывал раньше Люди здесь умирают или пропадают в шесть раз чаще, чем по всей стране Это только взрослые С детьми еще хуже Эм, а что может быть еще хуже смерти? А, ну хотя группы пошлая Молли, Крид, Никелбек как вариант Бен приводит ребят к себе домой Эм, кстати, а почему родители его в ментовку из Запорезов не обратились? Ладно, похер Где он им показывает и рассказывает об истории городка И что со стародавних времен пропадают люди И все это каким-то образом связано с колодезным домиком А где колодезный домик? Я не знаю Наверное, где-то в городе А что? Ничего Так, ладно, у нас еще четыре неиспуганных рыла остались Следующей жертвой домогательств Пеннивайза Из-за своей криворукости становится Эдди Что ведет ко второй по крутости страшной сцене фильма Не знаю, как у вас, но вот у меня подобные персонажи С такой вот неестественной походкой вызывают чувство страха Ступай вместе с клоуном, Эдс Будешь летать там внизу? Мы все там летаем Там внизу И на этом все Эдди просто сбегает Далее переносимся к Беверли, которая нашла открытку Бена Но она думает, что ее подарил Билл Ступид фокинь, конч Она заскакивает в ванную, но тут Мы все летаем здесь внизу Мы изменились Эй, я знаю эту херню Сейчас они как в злающих мертвецах Скрутят ее и отжебенят во все, что можно и нельзя Ну да ладно, тут мы все прояснили Хотя на самом деле, что-то как-то не особо Ну короче, перенесемся к Биллу А нашему ЗАЗАЗАИКЕ досталась, пожалуй, самая крутая сцена с участием Пеннивайза Биллу кажется, что Джорджи бежит в подвал И он, естественно, направляется за ним Будешь летать! 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 Эм, мне тут нечего сказать, кроме спасибо создателям, что в трейлере они показали эту сцену не полностью Она реально клевая А теперь вот такой вопрос А че, понимая, с ними со всеми цацкается? Вы можете сказать, что он типа питается их страхом и чего-то выжидает Но Джорджи и того клона Брэндона Бойда из группы Инкюбус он не церемонясь вальнул Что ему сейчас мешает? Он бы мог свернуть шею Беверли, отдрючить и сожрать Эдди, Бена книгами завалить, Стэнли разорвать на части, утопить Билла Он мог их всех убить, но он этого не делает Почему? В общем, Беверли вызывает всех своих пацанчиков, дабы они помогли ей с уборкой Я так и знал! Вы это видите? Да Мой отец ничего не увидел, подумал, что я спятила Летить-колотить, что с этими детьми не так? Ладно, Беверли спокойно, но остальные-то что? Че за откровенный пофигизм на ванную комнату, которая как прокладка на красный день календаря выглядит? Короче, ребята прибирают весь этот шлак Беверли понимает, что не Билла ей написал любовную записку, и все они уходят тусить Там был этот клоун, я тоже его видел А только девственники это видят Поэтому я не вижу эту хрень Забавный Так, а раньше-то нельзя было все обсудить? Вы же как бы друзья, и каждый уже на жопе прочувал сверхъестественную чушь Кстати, а где там наш чернокожий пацаненок Майк? А он вовсю знакомится с местной ОПГ Три давай, тварь! Это же моя чертова рука Давай, Генри, в машину! Бам, блин! А, то есть удар камнем по башке это абсолютно безболезненная травма, да? Ну окей Зря вы так стараетесь, неудачники Она все сделает Надо только вежливо попросить Как я! Ох, какой суровый пухляш, будто у него из руккуру гриль вырвали Ау Бей, давай! Бери! Мочи, гада! А, пошли, борт! Валите! Осторожно! Да пошел ты, урод! Давай! Слышь! Оу, шееет! Эдди! А, чё! Пошла нахрен! Ау! Ау! Убирайтесь! Давайте, ребята, добьем их! Ну, сцена как бы прикольная, но, ребята, вы там после таких травм должны как минимум полчаса в себя приходить В общем, Майк присоединяется к нашей компашке под кодом Погонялом Клуб Неудачников И тут, как мне кажется, главный мозг всей группы Бен выдает крайне занятную инфу Я тут покопался в истории дырей и отметил все значимые события Взрыв на заводе в 1908-м, банда Брэдли в 35-м и черное пятно в 62-м И сейчас эти дети Я вдруг понял, что такое происходит Каждые 27 лет То есть, каждые 27 лет пробуждается нечто голодное, что чует страх и пожирает живьем любого, кто ему попадется Эм... Смакозж Ничего не хочешь мне сказать? А то же я тебя пытался оправдать, как ужастик с оригинальной задумкой А ты все у Кинга стырил Не виноват я, это Виктор Сальва за сценарий в ответе Ну давай, оправдывайся теперь Таки да, этот демон, или кем там является Пеннивайз, довольно давно тусуется в дыре и питается страхом жителей Проецируя на них то, чего они больше всего боятся Мы все чего-то боимся Ясен перец А ты, Рича, чего ты боишься? Клоунов Да? Учитывая, что в этой компашке ты являешься клоуном, то мне интересно представить, как проходит твое утро Да ты просто красопетушка Еще можно сказать, что это стандартное утро Николая Соболева Азазазазаз Ну да ладно, ребята собираются в гараже у Билла, чтобы на проекторе по старым планам Дерри найти колодезный домик, где скрывается то самое оно Все эти места соединены канализационными трубами И трубы эти встречаются в колодезном домике Это дом на Нейблд Стрит? Жуткий и вонючий дом, где любят ночевать бомжи и наркоманы? Может хватит об этом говорить? Я едва дышу Сейчас лето, мы дети Я сижу тут с вами, и у меня приступ астмы Я в этом не участвую Психуешь Но тут проектор начинает как-то странно себя вести, что ведет к довольно туповатому моменту И это ты называешь вырубить проектор? Ну хорошо, хоть ты не как Стетхэм этим увлекся Ну да, гигантский Пэнни Вайс выпал за стены Офигеть, как страшно Я аж еще сильнее похудел от того, как я смачно обосрался И даже при всем при этом Этот Рональд Макдональд об кокаинины Не смог никого из них убить Как бы, чувак, пора уже Им теперь известно, где ты живешь Так что идемте Куда идти? На Нейблд Туда, где Джорджи What? Знаете, я, пожалуй, заберу свои слова назад По поводу одного персонажа Сраный заика Билл Денбро Я в курсе, что он любит своего братика И что он готов пасть порвать Пэнни Вайзу за него Но, сука ты мелкая, 9 месяцев прошло Да за этот срок твоя мать еще бы одного личинуса могла бы состряпать Я не уверен, что пропавший в канализации маленький мальчик до сих пор жив Да, ты типа видел его своими глазами Наебать копать У него в жопе рука Пэнни Вайза пришвартована была Как у какого-нибудь Хрюша или Степашки Твой брат сдох, тут ничего не поделаешь Так что прекрати меня раздражать выкриками о своем почившем шлепке Итак, Билл все-таки решает пригнать в одну Хрю к проклятому старому дому И вся его ватага следует за ним Вы будете делать вид, что ничего не случилось, как все в этом городе Я прихожу домой и вижу только, что Джорджа там нет Так что мне зайти сюда проще, чем в свой собственный дом Ничего себе Он ни разу не заикнулся Обожаю его Каждый раз до мурашек И небольшая ремарка Многие после выхода этого фильма начали верещать И какого хера эти дети туда поперлись В это опасное место В старый заброшенный дом Эм, как бы вспомните свое детство Да, они дети Дети совершают глупые поступки Они шныряют по заброшкам и по тем местам, куда опасно ходить Вспоминая мое детство, я охереваю, как я вообще жив остался После наших забегов по стройкам, по жилищам бомжей И прогулкам по высоковольтным кабелям Черт, я теперь боюсь становиться отцом, зная, на что дети способны Ну окей, половина группы остается снаружи Идиоты А Билл, Ричи и Эдди идут на какой-то странный шум Где они, твою мать, опять разделяются Из-за чего Ричи и Билл заперты в комнате А Эдди опять встречается с бомжом Пора принять таблеточку, Эдди Тем временем двойка еще раз разделяется На этот раз оказывается заперт Ричи О, черт Готов на сотку поспорить, что Джеймс Ван сдох бы от радости в этой комнате Кстати, отсылочка Ребята подвергаются наводнению какой-то кислотной дресни А Пенни Вайс предоставляет им три варианта дверей на выбор Всем привет, меня зовут Илья Бунин Да, это было действительно очень стрёмно Они еще раз заламываются в ту дверь, где супер-жуткой хероборы больше нет А внизу на травмированном Эдди вовсе угорает конкретно поломанный клоун Давай, что ты ждешь? Давай Давай! И это ваш хваленый Пенни Вайс, супер страшный клоун Да он сделать ничего не может Все его перевоплощения были гораздо страшнее, чем вот это Дерганное нечто Ладно, дабы не затягивать Беверли, вхерачивать клоуну кочергу в хлебал И начинается какое-то невнятное мельтешение Никто, сука, не хочет вломить Пенни Вайзу Хотя возможность есть Он царапает толстячка Бена Родители наверняка и к этой травме отнесутся спокойно Ой, вероятно, наш сынок всего лишь подрался с медведем А сам сваливает Да, сука, ты хоть что-то можешь им сделать Кроме жутких появлений в кадре и мотания башкой из стороны в сторону В общем, свиноматка забирает своего мелкого гермофоба, а накал в группе усиливается Что ж, далее идет нарезка под грустнявую музыку Ай, блин, на самом деле я и без диалогов слишком перезатянул обзор Давайте скипнем Короче, мы пока что сосредоточим внимание на Генри Который развлекается со своими корешами Тащи вон ту мишень Держи ее Еб***ь, ты ненормальный Даже друга ему не жалко А на кота мне насрать, я как-то больше по собакам Но это не призыв к живодерству Тут подваливает отец Генри, вставляет ему пропи***нчиков И это вынуждает Стилягу попасть под чары клоуна Ему предоставляют потерянный нож и право первого в его жизни хладнокровного убийства И тебе тоже понравится, Генри Проведи этот день чудесно Убей его Убей его Убей его Молодец, Генри Убей их всех Убей их всех Убей их всех О, козы мамы Коши вы Тем временем до Беверли домогается ее батя Ну это нормально Нет, это нихера не нормально Ты все еще моя малышка? Нет Что ты сказала? Я сказала нет! 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 Который довольно оперативно отправляется в нокаут Да, что-то этот фильм странную пропаганду насилия над отцами втюхивает Ауч В общем, Билл узнает, что Бев похитил клоуна Это значит, что команду юных мстителей надо собирать заново И срочно двигать в тот дом, дабы навалять клоуну Вызвали девицу из беды убить злодея и спасти мир В этот самый момент Беверли очухивается в подземелье Пеннивайзах Где она обнаруживает скульптурное сооружение а-ля Зураб Церетели под спидами И также она напарывается на один из самых задолбавших мемов 2017 года Да, это эффектно, стильно, оригинально, но не страшно И то, как мелкие девочки порстили этот танец во всех пабликах вызывает небольшую злость Так ты же сам этот танец спародировать пытался Не, ну мне сказали это на камеру сделать Че, я отнекиваться буду, что ли? Я тебя не боюсь Да? А чем же тогда так воняет, а? Засеря Помогите! Помогите! В эту секунду ребята проникли в дом, нашли колодец, аккуратно в него спустились Но тут Происходит небольшая перепалка, результатом которой становится сбрасывание Генри в колодец И каким образом вы планируете вернуть его в сиквеле? Хуй его знает Да вот я как-то тоже Криворукий Майк теряет боезапас от пневмопистолета Так что на Пеннивайзе они идут как каннибалы из зеленого ада на наемников С жопой наголой, верой в лучший исход А тут, ну все как вы любите Жиденок Стэн отделяется от основной группы Так как в тоннельчике что-то привлекло его внимание Ну, вероятно, пара шекелей Стэн! 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 Его фонарик! Ах! Тебе б только пожрать Стэнни! Стэнни! Стэн! Успокойся! Не! 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 Успокойся! Успокойся! Но вы это особо не переживайте, он в порядке Он умерет в сиквеле Самым первым В самом начале Ааа... И что бы вы думали, после того как одного из них чуть не сожрали они будут держаться вместе? Хуй там плавал Дегенерат Билл хватает пневмат и бежит за Джорджа, который приводит его в... Клопай ресницами и взлетай, Пресницы не забывай, Тут же прибегают остальные и пытаются спасти Беф. Беф! Беверли! Почему она не очнулась? Что с ней такое? Чувак, ты походу вообще девок в коматозе будить не умеешь. Вот как надо. Прости, сучка, очились! Прости, с*** твою! Ну хотя ты же еще малой, у тебя их столько будет. Только на диету сядь, пожалуйста. Ой, ого! Беф? Угля в январском костре. Я в нем сгораю. Ох, задрала я, наверное, вас с этими вставками, но... Любовь это осязаемая величина, это сила. Угу, как-то вот так. В общем, Билл болтает с Джорджи, выявляет, что он не настоящий и прибегает к крайним мерам. Но ты не Джорджи. Ой-ой, походу это все-таки был мой брат. Ну хотя мои родители и так свыкли с его смертью, а вы... Вы, ребята, ничего не видели. Ну естественно, это оказался Пеннивайз, которого колбасит так, будто он в нечто хочет превратиться или моторку девушки сделать. Билл, он не заряжен! Сукин сын, соблазнитель, подцепил телку! Короче, начинается небольшой махач, впоследствии которого в плену у Клоуна оказывается Билл. Я заберу его. Я всех вас заберу. Или вы оставляйте нас в покое, а вы останетесь живы, вырастите, проживете долгую счастливую жизнь. знаете что я согласен с ним по рукам жри этого дауна а мы пошли на речку счастливо это твоя вина ты дал мне по роже заставил ходить по сточным водам привел меня в этот наркоманский дом а теперь мне придется убить этого гребаного клоуна шеф музычку вот почему ты не убил беверли она тебя не боялась и мы не боимся это тебе надо бояться ведь ты умрешь с голоду так а походу это уже сам кинг кое-откуда стырил из кошмара на улице вязов ну типа когда главгада перестает бояться он становится бессильным для комментаторов кошмар вышел восемьдесят четвертом году романа но был опубликован в восемьдесят шестом так что циц короче пеннивайз уходит в спячку еще на 27 лет вероятно не с джиперсом крипперсом кровать делят девчонки ждем ваших фанфиков а наш клуб неудачников по идее должна джебенить беверли уже потом выбраться пожалуйста пусть эта экранизация не будет подробной я помню все урывками слава ктул итак наша команда в последний раз собирается вместе чтобы дать клятву поклянемся что если она не сдохла если она когда-нибудь вернется мы тоже вернемся кстати здравствуй та самая надпись которая помогла многим магазинам одежды стрясти бабла со всяких дегенератов которые из-за хайпа решили прикупить себе что-то эдакое диман а ничего что ты сам в кофте с этой надписи стоишь а я за нее деньги не платил она мне на халяву досталась мои еврейские корни не позволили бы мне отказаться от халявного шмота они режут ладони становятся в кружок прям как лопанонимных идиотов и расходятся кто куда ах ты шалава малолетняя то есть этот неврастенник который постоянно вас опасности подвергал получил от тебя знаки влюбленности а пухляш который предоставил вам всю инфу посвятил тебе стих и спас тебя от коматоза отделался простым пока бы это все потому что он сын маминой подруги да знаешь что я тебе хочу сказать беверли пошла в жопу ну и на этом фильм собственно и заканчивается оставляя нас ожиданий 2019 года и пока не начал усказать вердикт дорогие фанатки пэннивайза в исполнении билла скарсгарда да вы не поверите но у этого перса большая часть фанбазы это именно девушки чем так хорош новый пэннивайз тем что его этот шведский губошлеп с косыми глазами играет не ну серьезно чем он большую часть экранного времени неестественно кривляется не отбрасывает шутейки и вообще не пугает как и я в своих видео но не суть я не спорю дизайн его облика клёвый но он никак вообще не вызывает ни ужаса ни смеха все самые крутые пугалки происходили без его облика да тим карри тоже не ахти как пугал но у тима карри была есть и всегда будет харизма а что у скарсгарда этого чепушилу дети арматурами отмудохали да охеренный злодей которого группа шкетов может вольнуть пожалуйста напишите в комментах чем он так нравится новый пэннивайз я больше кайфую с его перевоплощение нежели с него самого ну а теперь это был фильм оно образца 2017 года и так ли он хорош как о нем все говорят ну спешу огорчить всех хейтеров этого фильма среди моих зрителей но да он действительно так хорош как о нем все говорят за последнее время жанр ужасов приобретает некое перерождение мы все чаще получаем достойные представители этого жанра и безусловно оно один из таких этот фильм очень круто снят тут хорошо прописаны персонажи методы напугать зрителей не дурные хотя можно было бы порой и без скримеров обойтись и вполне зачетный саундтрек да и косяков тут немерено достаточное количество присущих хоррором клише и много каких-либо непоняток и недосказанностей если вы рассчитываете на то что этот фильм прям супер-пупер страшный то нет он не такой но тут есть главное хорошая история которой прибавлена некой доза ужасов и мистики получился интересный захватывающий порой веселый порой немного жутковатый фильм являющийся данью уважения к тем классическим фильмам ужасов что мы так любим и честно после таких фильмов как этот во мне еще теплится надежда что хорошие фильмы ужасов могут к нам вернуться да я знаю что некоторые буквально ненавидят этот фильм и я не буду с вами спорить я как бы даже не хочу этого делать у вас у всех свои котелки на плечах но зачастую читая гневные комменты по поводу него у меня возникает чувство что его ненавидят хейтеры только потому что просто хотят его ненавидеть типа последствия чрезмерного хайпа и это понятно когда что-то так обильно продвигают и ставят этому высокие оценки неприятные эмоции могут возникнуть но ребята серьезно этот фильм ни разу не плохой расхайпленный ну да порядком но это не отменяет того факта что круче этого фильма ужасов в 2017 году не было ну может быть кроме фильма прочь и дары смерти они тоже очень классные были что ж вот я и совершил то чего вы так долго ждали а следующие три обзоры будут эдаким мини-марафоном по фильмам одного режиссера с весьма такой забористой фамилией ю да такая фамилия у него ю что это будут за фильмы и что это за режиссер такое оставляйте свои догадки в комментариях а также подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки и еще вступать в мою группу вконтакте и подписывайтесь на мой инстаграм все ссылки в описании также если кто-то финансово хочет поддержать мой проект то ссылки на донат и вы найдете также в описании спасибо если поможете и еще у меня появилась страничка на патреоне если вы хотите чтобы качество обзоров с каждым видео росло и росло то проходите по ссылке в описании становитесь моим патроном и вы мне поможете в этом ну а с вами был кинокиллер спасибо за внимание и до скорой встречи а